В 2021 году надводные силы ВМФ России получили два боевых корабля водоизмещением свыше 500 тонн. С 2012 года состав военно-морского флота России вошли 35 боевых кораблей с полным водоизмещением свыше 500 тонн. В состав флота вошли различные типы кораблей. Проект 21630 «Буян» – малый артиллерийский корабль класса «Река-Море». С 2012 года состав флота вошел один такой корабль. 12700 «Александрит» – корабль противоминной обороны. В состав флота вошли 5 тральщиков «Александрит». 22800 «Каракурт» – малый ракетный корабль предназначенный для действий в открытом море. Флот пополнился тремя МРК «Каракурт». 21631 «Буян-М» – малый ракетный корабль класса «Река-Море». Способен передвигаться по рекам. Флот получил 9 МРК «Буян-М». Проект 22160 «Патрульный корабль для действий в дальней морской зоне». Флот получил 3 патрульных корабля проекта 22160. 11661 «Гепард» – ракетный корабль, самый крупный корабль Каспийской флотилии. С 2012 года флот получил 1 корабль этого проекта. Проект 2380-385 «Многоцелевой корветт ближней морской зоны». Флот получил 6 корветов 2380-385. Проект 11356 «Многоцелевой фрегат дальней морской зоны». Флот получил 3 таких фрегата. Проект 22350 «Многоцелевой фрегат дальней морской зоны». Флот пополнился двумя фрегатами 22350. Проект 11711 «Большой десантный корабль». Флот получил 2 БДК 11711. Общее водоизмещение боевых кораблей, вошедших в состав военно-морского флота с 2012 года, составило почти 73 тысячи тонн. Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, это очень помогает в продвижении канала. Давайте посмотрим на передачу кораблей по годам. В 2012 году флот получил Дагестан, первый носитель комплекса калибр НК. В 2014 году флот пополнился первыми МРК «Буян-М». В 2016 году флот получил первый тральщик «Александрит». В 2016 году флот получил первый тральщик «Александрит». Флот получил фрегат «Адмирал Горшков». Первый крупный боевой корабль, спроектированный и построенный после развала Советского Союза. В 2020 году был передан головной корвет проекта 2385 «Гремящий». Теперь посмотрим на распределение полученных кораблей по флотам. Балтийский флот получил все МРК «Каракурт», пару «Буянов-М», пару «Корветов» и один «Тральщик». Черноморский флот получил более трети всех кораблей 13 из 35. Тихоокеанский флот пополнился корветами 2380-385 и одним «Тральщиком». Северный флот получил четыре самых крупных корабля, два фрегата типа «Адмирал Горшков» и два «БДК-11711». Каспийскому флоту достался один ракетный корабль, три «Буяна-М» и один «Мак-Буян». Строительством боевых кораблей для российского флота занимается 10 верфей. ПСЗ «Янтарь» в Калининграде, ПЭЛО в Ленинградской области, Северная верфь, Адмиралтейские верфи и Средненевский в Санкт-Петербурге. ССЗ «Вымпел» в Рыбинске, судостроительный завод «Море» и «Залив» в Крыму, Зеленодольский ССЗ в Татарстане и Амурский судостроительный «Комсомольский» на Амуре. К началу 2022 года на строительство кораблей 10 проектов действует 19 контрактов. Один контракт на достройку двух экспортных молний, Три контракта на шесть стральщиков «Александрит», Три контракта на шестнадцать «Каракуртов», еще один был расторгнут, Один контракт на три «Буяна» И один контракт на пять патрульных кораблей «22-160». Четыре контракта на шесть корветов «2380» и шесть корветов «2385». Контракт на корвет «2386» не учитываем, Так как корабль может стать опытным судном и не войти в боевой состав ВМФ России. Три контракта на девять фрегатов типа «Адмирал Горшков», Один контракт на пару патрульных кораблей типа «Арктика», Один на вторую пару БДК «11-711». И, наконец, один контракт на два УДК типа «Иван Рогов». Теперь подведем итоги. За десять лет в состав ВМФ России вошли 35 боевых кораблей, Общим полным водоизмещением почти 73 тысячи тонн. На начало 2022 года 16 кораблей спущены на воду, 28 кораблей находятся на разных стадиях строительства, А еще шесть кораблей готовятся к закладке. Понравилось? Ставьте лайк и пишите в комментариях, Что вы думаете о темпах обновления ВМФ России? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok